Оренбургский спорт Посмотрим, как город выдержит этот экзамен. Оренбурге призеры всероссийского конкурса «Папа, мама, я» – спортивная семья. Любовь Утюмова и Геннадий Михайлов из Гая – члены клуба любителей «Бега надежда». За плечами марафонцев несколько сотен преодоленных километров. На моем счету 7 марафонов. Играл до этого в городке. Три раза был на фестивале рабочего спорта. Займал два раза первое место, один раз второе место. В общем, километров считать не пересчитано, сколько километров. Очень много. К 13-му фестивалю рабочего спорта «Бузлук» подошел к полной боевой готовности. Соревнованием горожан был реконструирован стадион «Нефтяник», который стал центром сегодняшнего праздничного действа. Несмотря на серое небо, промозглый ветер и дождь, «Бузлулучанам» удается создать атмосферу уюта, раскрасив пасмурный день яркими цветами. С улыбками по дорожкам стадиона шествуют участники соревнований. Ведь подобный фестиваль проходит не каждый день, а с интервалом в целых два года. Около 400 спортсменов из восьми городов области будут состязаться в восьми видах спорта. Любой спорт – это здоровый образ жизни. Рабочий спорт, когда на предприятиях спорта уделяется внимание, это здорово. Это говорит о том, что собственники предприятий, руководители предприятий смотрят в будущее, заботятся о своих предприятиях. Прошлый фестиваль рабочего спорта принес победу сборной Оренбурга, которая на протяжении многих лет является лидером соревнований. В составе достойную конкуренцию, как и прежде, готовы другие крупные города. Вполне возможно, что одному из главных соперников в команде Бузулука в этот раз помогут родные стены. Право зажечь огонь 13-го фестиваля рабочего спорта предоставляется серебряному призеру Олимпийских игр, заслуженному мастеру спорта по прыжкам в воду Александру Доброскоп. Несмотря на ливень, пламя все же разгорается. Наверняка не менее яркой будет и борьба на площадках соревнований. На два дня сцена Дома культуры юбилейной превратилась в помост. Соревнования по гиревому спорту, как всегда, собрали самых крепких, могучих и брутальных представителей восьми команд. Состав впечатляет. Среди участников девять мастеров спорта. От молодежи стараются не отставать гиревики-старожилы. В 13-й раз на помост областного фестиваля горожан вышел Юрий Насолдин из Сорочинска. Результат 53-летнего спортсмена – 48 подъемов, 2 гирь, по 24 килограмма каждая. Я свою цель выполнил. Какой результат я хотел, такого я добился сегодня. Ну и дальше так же буду. Хотя бы в этих рамках. Не падать, а хотя бы на этом результате. В весовой категории 68 килограммов Юрий Насолдин стал вторым, уступив Владимиру Илепихову из Бузулука. На прошлых трех фестивалях Владимир был серебряным призером. Сегодня, наконец-то, золото. Чемпион выполнил 125 подъемов. Это своего рода личный рекорд. Но не предел, как считает сам спортсмен. Я работаю по мбурам на буровой, то есть вахтами. И у меня был двухнедельный перерыв в тренировках. По силам я чувствую, что как бы мог больше. Ну, сыграло роль то, что я две недели не занимался. Что воспитывает вид спорта? Я думаю, волю, целеустремленность. Потому что вы сами видите, что этот вид спорта такой волевой. Можно быть сильным, но невыносливым. В весовой категории 73 килограмма шансов соперникам не оставил мастер спорта из Оренбурга Денис Савельев. Он выполнил норматив международника – 158 подъемов. Каждому свое просто здесь получается, поэтому мы выступаем в гиревом спорте. Кто-то в футбол лучше играет, играет в футбол, кто-то штангу поднимает. Опыт и молодецкая удаль на одном помосте. Участникам соревнований по гиревому спорту есть чему поучиться друг у друга. Ветераны начинающим чемпионам не завидуют. Я наоборот беру с них примеры, поэтому за молодежью тянусь и ради них вот я пока здесь. 6 из 9 мастеров спорта защищали честь команды Оренбурга. Ее гиревики стали первыми в общем зачете. Отстав на 6 очков, второе место заняли бузулучане, не поднимавшиеся прежде выше третьей ступени. Ну а бронза в этот раз у представителей Новотроицка. В этом году программа фестиваля «Горожан» пополнилась двумя новыми видами спорта. Оба достаточно демократичны и покорны всем возрастам. Улюбившийся многим дартс. В последнее время он вызывает все больше интереса в трудовых коллективах. У соревнований по этому виду спорта сегодня абсолютный дебют. Они впервые проводятся в масштабе области. Не так просты правила, как может показаться на первый взгляд. Каждому из пары соперников нужно списать 501 очко. Бросают по три дротика. Кто первым дойдет до нуля, победит. Видно, что спортсмены все подготовились. Подготовились, то есть не затягивают. Там самое основное в конце соревнований надо попасть в удвоение. Удвоение – это очень такая точка определенная, которая не каждый поддается с первого раза. Евгений Исаков из Новотроицка дартсом увлекся около четырех лет назад благодаря родному предприятию. На уральской стали этот вид спорта успешно культивирует. Сегодня Евгению в сопернике достался практически земляк, представитель команды Орска. До последнего борьба шла на равных. После четырех партий счет 2-2. В конце пятой Новотроичанин все же оказался более удачливым. Свой 501 балл он списал быстрее. Набор не представляет сложности, но окончание, удвоение. Тут уже нужна точность и глазами без этого никуда. Поэтому так долго все происходит. Первая игра, сами понимаете, нервная, руки дрожат. Мы справились, выиграли. Будем идти дальше. Надеемся хотя бы на призовое место. Команде Новотроицка удалось войти в тройку сильнейших. Их метатели дротиков заняли второе место, уступив лишь хозяевам – бузулучанам. Бронзовые медали завоевали спортсмены Гая. Еще один новичок в программе фестиваля рабочего спорта – бильярд. По два представителя от каждой команды защищали честь своего города с кием в руках. Участие в соревнованиях приняли четыре перворазрядника и один кандидат в мастера спорта. Бильярд занял такую хорошую силу, позицию, скажем так, что в него играют. Сейчас молодежь играет, дети играют. Поэтому я считаю закономерным введение его в расписание, в распорядок фестиваля рабочего спорта. Приятный досуг, наверное, после провождения свободного времени. Я просто любитель бильярда. Не скажу, что были долгие учительные тренировки. Такого не было. Получилось так, что мы победили на город, поэтому представляем город. Вид игры, который для участников выбрали организаторы – свободная пирамида. Один из самых простых и лояльных, по словам главного судьи. Борьба для спортсменов прекращалась после двух поражений. До поединков за бронзу, серебро и золото дошли самые опытные любители. В итоге сильнейшими оказались «Арчани». На втором месте сборная «Бузулука». На третьем – новотроицкие бильярдисты. Если большинство участников 13-го фестиваля рабочего спорта боролись за победу там, где сухо и тепло, то футболистам пришлось играть с гораздо меньшим комфортом. В день решающих матчей на стадионном «Нефтяник» снова нависли тучи. В поединке за третье место схлестнулись команды Орска и Бугу Руслана. Последние два года назад удалось взять серебро. А в этот раз не досталось даже бронза. За счетом 2-0 победу праздновали «Арчани». Разгоряченным парням с Востока дождь помешать не смог. Кому приятно в мокрой одежде, это все бегать. Тем более по нескольку игру в день, если играть, то не успевает ни что просохнуть. Во-первых, это тяжело физически, потому что скапливается лаг, очень тяжелая одежда, неприятная. А так, когда играешь, ни о чем не думаешь, я вам скажу. Ни о каких проблемах, только об игре думаешь, и это помогает. В финальном матче соревнований по мини-футболу судьба свела хорошо знакомых друг другу соперников, представителей Оренбурга и команду хозяев. Прошлый фестиваль рабочего спорта для бузулукских футболистов стал триумфальным. В решающей встрече они одолели сборную Бугу Руслана. А вот оренбуржцы тогда до финала не дошли. В этот раз они жаждали взять реванш. Итогом первого тайма стал счет 1-0 в пользу команды областного центра. Во втором отрезке хозяева тщетно пытались отыграться. Не помогло ни родное поле, ни поддержка трибун. Буквально на последних минутах оренбуржцы забили второй гол. Бузулучанам же так и не удалось реализовать ни одну удачную атаку. Оренбург снова чемпион 2-0. Мы знали, что это соперник очень серьезный. Мы с ними встречались и раньше. Многих ребят здесь знаем. Играли с ними вместе. Мы с сильной стороны их знали. Знали, на что они способны. Поэтому я могу сказать, что это очень достойный соперник. Чемпионство это всегда приятно в любом виде спорта. А мы постоянно играем в футбол. Это вдвойне приятно, что после такого перерыва мы взяли снова первое место. Соревнования по некоторым видам спорта, несмотря на характерный накал борьбы, сюрпризов не преподнесли. Королями черно-белой доски снова стали представители Оренбурга, которые последние несколько лет не уступают пальму первенства шахматистам из других городов. Вырвать победу уже по традиции не удалось их главным конкурентам – Арчанам. Они заняли второе место, отстав всего на пол очка. Бронза же в этот раз досталась команде Бузулука. В настольном теннисе, как и два года назад, победу праздновали лидеры – сорочинцы. Серебро – Арчан. Третьими стали спортсмены из Гая. Оренбург! Оренбург! Привычный глазу и уже неудивительный для многих оказалась нынешняя пара финалистов по волейболу. Снова сборная Оренбурга против сборной Бузулука. Хозяева начали достаточно уверенно, опережая соперников. В середине первой партии оренбургцы догнали бузулучан, а затем вырвались вперед, выиграв стартовый отрезок. Во втором и третьем периодах обойти работников Оренбург-Газпрома бузулукские волейболисты также не смогли, как ни пытались. В итоге 3-0 в пользу команды областного центра. Результат для оренбургцев не новый, но разве может надоесть победа? Скорее вы привыкли, мы-то все-таки развиваемся, у нас и новые люди в команде. И так мы повышаем уровень мастерства, участвуем в разных соревнованиях. Третье место среди мужских команд заняла сборная Орска. У девушек бронзовых медалей удостоились представительницы Сорочинска. Финал здесь был в точности такой же, как и у парней – Бузулук против Оренбурга. Таким же оказался и результат – победа у волейболисток областного центра, второе место у бузулучанок. После того, как завершилась последняя встреча по волейболу, здесь же в спорткомплексе «Олимпийц» участники 13-го фестиваля рабочего спорта, посвященного памяти Виктора Черномырдина, собрались, чтобы выслушать вердикт судей. В общем, зачете третье место заняла команда Орска. Серебряный кубок достался хозяевам. Ну а главная награда соревнований уже по традиции отправится в Оренбург. Экзамен по проведению главных стартов горожан Бузулук выдержал. На наш взгляд, и с точки зрения организации было все на отлично. Ни одной жалобы мы не получили от спортсменов на размещение питания, культурную программу. Здорово, волонтеры сработали. То есть был радушный прием, и, видимо, отсюда были хорошие результаты, которые держали в напряжении буквально всех нас, и организаторов, и спортсменов, и всех болельщиков. Мы с губернатором Юрием Александровичем Бергом договорились, что эти соревнования в следующий раз мы расширим рамки, и мы пригласим делегации стран СНГ. Дадим возможность убедиться, а Орск взял эти соревнования на следующий раз. Я думаю, что все будут от этих соревнований по-настоящему под большим впечатлением, потому что такого рода соревнования. Они вообще в других странах идут, но вот на таком уровне, на таком внимании, я думаю, что Оренбург особой оценки заслуживает. Соревнования горожан с участием стран СНГ уже проходили два года назад в Сорочинске. Организаторы надеются, что следующий фестиваль рабочего спорта в памяти Виктора Степановича Черномырдина в Орске будет еще более масштабным. Пока же орчане принимают флаг фестиваля анбузулукских спортсменов. Удачи в подготовке очередного учреждения фестиваля. Ну, ждите на Орске, я думаю, у вас все получится. Желаю удачи! Делегация Орска обещала не подвести, не уронить планку, взятую Бузулуком. Ведь, по словам многих участников, этот западный город побил все рекорды по уровню организации и проведения фестиваля. Хлебосольный Бузулук проводил гостей, вернулся к размеренной жизни. Участники 13-го фестиваля рабочего спорта спешат домой. Но наверняка уже совсем скоро они возобновят тренировки, для того, чтобы через два года улучшить свой результат. Ну, а мы прощаемся с вами ровно на неделю. До встречи в программе Оренбургский спорт.